МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 21 сентября, среда, на часах в Якутске 19.08. В прямом эфире арена событий. Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Перед тем, как представить сегодняшнего гостя, я хочу сказать, что давно планировал поговорить с ним и взять интервью в прямом эфире. И сегодня я проведу этот выпуск с двойным удовольствием, потому что часть программы будет посвящена итогам выборов в Государственную Думу Российской Федерации, а с кем еще подводить черту под избирательной кампанией, как ни с одним, с первым ее победителем. Итак, у нас в гостях. Государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов. Андрей Савич, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Именно с вами действительно хочу подвести и итоги, и поговорить о настоящем, и будущем. Не все, наверное, наши зрители смотрели или читали отчеты о брифинге вашем, который вы проводили 15 сентября. Менее недели назад, получается. Именно там вы сказали, что вы выходите из этой кампании победителем. Почему победителем? Ну, Владимир, вы вот назвали меня победителем. Да. Но в слове же победы есть слово «беда». Ну, да, если про философский подходить, да. Я, говорят так, проиграл, победил. Ну, победил, вроде понятно. А вот когда говорят проиграл, то та кампания, в которую я попытался вступить, попытался стать кандидатом в выборах в Государственную Думу, это не игра. Ни в коем случае не игра. Поэтому нельзя говорить, что проиграл. Нет, конечно. Дело в том, что я вдумываюсь в прошедший этап. В груди дел, суматох и явлений, которые, значит, за это время прошли. Я для себя сделал такое очень важное открытие, которое было предсказано мне еще на заре моей юности Чингизом Айтматовым. Когда получился такой победный мой спектакль, желанный берег мой, он сказал так. Этот успех, если молодой режиссер переживет как беду, то у него светит театральная звезда. Вот такая точная фраза. Я в эти дни ощутил такой огромный прилив сил. Поскольку то количество будущих избирателей, которые подписались за поддержку моего самовыдвижения, это 75 тысяч человек, но на самом деле это больше 90 тысяч было, поскольку по понятным причинам 75 тысяч было нами принято, они дали мне огромную такую опору и духовную, и даже физическую, потому что прилив сил, прилив замыслов, идей, которые меня сопровождали в эти дни, мне дают право сказать о том, что в этой борьбе я вышел прежде всего победителем. Вот, я об этом и говорю. А вот согласитесь ли вы с моим мнением о том, что вообще, мне кажется, общественное мнение в России гораздо сильнее и влиятельнее, чем оно даже само о себе думает? – У нас в стране общественное мнение, вообще вот общественное сознание и народное сознание, они разделяются, я считаю. – Так. – Потому что… – Это хорошая коррекция. – Да, потому что общественное сознание, оно подвержено манипуляциям, к сожалению. На то и оно и общественное сознание. А народное сознание – это фундаментальные, незыблемые ценности, которые хранит народ. Поэтому, в этом смысле, конечно же, прошедшие выборы показали о том, что все-таки общественное сознание очень подвержено влиянию. – Влиянию, извне. – Очень извне влиянию. И подвержено какому-то, скажем так, конформизму. – Да. – Есть такое по ней конформизм. Вот сегодня одно вот такое мнение, чье-то, сильное такое, сказанное, оно начинает влиять. Завтра вроде бы другое. Особенно, когда смотришь вот средства массовой информации, интернет, WhatsApp и так далее, то для меня очень интересно картина вырисовывается. Еще раз повторяю, общественное сознание – это одно, а народное сознание – другое. – Как вы думаете, что повлияло? Общественное сознание или народное сознание? Или вот как мнение общественное? Что влияет вообще? На, это же замечено всеми, на неуклонно снижающуюся явку, на думских, во всяком случае, выборах. Она по стране снижается. – Это я считаю, это все-таки больше общественное сознание. Потому что, да, вот если посмотреть мониторинг, то снижение участников и активных избирателей, которые выражают свое волеизъявление, оно снижается. Это видно так, да? И в этом смысле, видимо, за этим кроется недоверие к власти. Вот, ни много, ни мало. Поскольку люди идут на выборы для того, чтобы выразить свое мнение, для того, чтобы избрать, законно избрать власть. – Андрей Савич, мы продолжим наш этот интересный разговор после двух минут рекламы. Реклама на канале. – Ариана Событий вновь с вами. И я напоминаю, что мы сегодня подводим итоги выборной уже кампании, даже не предвыборной, будем говорить о настоящем и будущем с государственным советником Республики Саха-Якутия Андреем Савичем Борисовым. Андрей Савич, продолжим потихонечку. Конституционное большинство у «Единой России». И, кстати, давайте поздравим Галину Иннокентиевну Данчикову с мандатом. – Да, Галину Иннокентиевну, я вас поздравляю. – Я присоединяюсь. – А «Единая Россия» убедительно победила. В результате этого у вас мандат депутата Государственной Думы. – А как бы вы оценили вообще, собственно говоря, чьи-то успехи партийные или чьи-то неуспехи в этой кампании? – Ну, я все-таки вернусь, как нас прервали. – Да, хорошо. – Мысли о том, что есть некоторые недоверия. Если вот посмотреть, то раньше же больше избирателей было, сейчас меньше стало. И вот то, что сама подготовка, законы, которые были подготовлены для того, чтобы провести вот эти выборы, четырьмя партиями предыдущей Госдумы, они, значит, конечно же, не дали возможность, все-таки, я считаю, не дали возможность самовыдвиженцам, а читая это самовыдвиженец не от партии, не от кого-нибудь, а скорее всего от народа, не дали все-таки возможность развернуться. Вот сами законы так сделали. Поэтому вот происходит вот некоторое, как бы, недоверие. Потому что мне говорили, мы не хотим идти на выборы. Я говорю, спрашиваю, почему вы не хотите? Мы не пойдем, говорят. Почему, я спрашиваю. Да потому что, говорят, уже распределены. – Типа решено. – Типа все решено. – Вот в этом смысле надо предыдущие законы. Я уверен, что и Центральная избирательная комиссия, и Госдума будут сейчас, должны задуматься о тех законах выборов, следующих выборов. – Пересмотреть. – Пересмотреть даже. – Это тут надо пересмотреть. – Кстати говоря, по поводу самовыдвиженцев. Сейчас, может, к партиям вернемся, да, но раз уж прозвучало это слово, вот представляете, да, 304 было самовыдвиженца, которые просто подавали документы. Это не зарегистрировано в качестве кандидатов, это вообще на старте, да. А до финиша дошел один из Адыгеи, который стал депутатом. – Их могло быть двое. – Их могло быть двое, да, безусловно. Их должно было быть двое, я бы сказал. Но статистика, да. – Вот видите, вот, все это говорит о многом, потому что вот еще раз повторяю о том, что вот все-таки и законы, и сама вся процедура сбора подписей, проверки, они до того, до тошно, 43 по 43 пунктам проверяют вашу подпись на ошибку. – Да, да, да. – Уже заранее уже предполагают 43 ошибок в одной подписи. Поэтому, конечно, надо пересмотреть законы. – Хорошо, значит, вернусь вот к этой вашей прозвучавшей мысли. Цитата от вас же по поводу выборов в одномандатном округе. Народ, к сожалению, не избирал, а только соглашался, подтверждал. Это то, о чем вы сейчас говорили? – Да, я вот еще раз говорю о том, что все-таки выборы должны быть выборами. Я же выбираю, выбираю. Я, значит, выбираю из тех людей, которых народ уже знает, видит. А все-таки по партийному списку, там понятно, Единая Россия победила. Понятно, что глава республики имеет авторитет, и Галина Экентин имеет авторитет. Они, конечно, имели в виду. Но если по большому счету смотреть, все-таки, когда идет по спискам, это не есть персонифицированные выборы. – Давайте буквально полминуточки, действительно, по партийным спискам теперь. Статус-кво сохранилось в республике, получается. – Да, получается так. И с этим нас можно поздравить. Потому что без, ну, как это сказать, без различных кренов, да, в ту или иную сторону. – Все-таки народ же не поддержал оппозицию в лице справедливого России. – Даже по списку она просела, собственно, по сравнению с прошлыми выборами. – Вот поэтому сегодня народ голосует все-таки за стабильность. Несмотря на то, что я не зря, когда выступал на форуме Единой России, я сказал, что я не сторонник. Я сказал, что я сочувствую, сочувствующий. – Я помню эту фразу. – Это очень важно понять. – Я помню это слово, да. – Потому что сейчас вот наступает тот момент, когда Единая Россия по всей России победила. – Да. – Да, и она должна была победить. Но, тем не менее, у Единой России сейчас возникает самый сложный момент. – У них конституционное большинство в Думе и ответственность колоссальная. – Ответственность. Что бы ты ни делал, все равно оппозиция, все равно, естественно, оппозиция должна быть. Государство без оппозиции не должно быть. – А вот, кстати, у нас такой диалог с вами, действительно. Вот оппозиция либерального, да, скажем, или как, ну, там, сейчас называют демократического толка, да, партия Роста, тот же самый Парнас, Яблок, для меня, может быть даже, к сожалению, то, что они даже в совокупности не набрали 3%. А для вас это, к сожалению, или это так и должно было быть? – Я думаю, что к сожалению. Потому что, вот, есть такое народное такое выражение, по-якутски оно очень образно звучит, ну, и по-русски тоже звучит о том, что, как говорят, вышедшие козыри сыгранной колоды карты. Вот такое. В этом смысле, когда уже выборы прошли, мы смотрим, и получается так, что, ну, понятно, по многим понятным причинам, опять, значит, 4 партии, они становятся… А было бы очень важно, чтобы из тех партий, которые за последнее время возникли, они с десятками, десятками, несколько десяток возникло партий. Если бы какая-то партия, значит, вышла бы и преодолела тот барьер, то это было бы в Госдуме, было бы новость. Это что-то новое начинается. – Ну, как… – Это было бы своеобразным вызовом, сигналом о том, что надо по-другому сейчас управлять государством. Поскольку политика – это искусство управления государством тогда, то, соответственно, я надеялся, что какая-то партия прорвется. – Вот. Кстати говоря, теперь, наверное, этим людям… Помните, было словосочетание такое в Советском Союзе – партийное строительство? – Партийное строительство. – Вот этим людям надо задуматься о партийном строительстве на самом деле. – Я тоже задумываюсь сам о партийном строительстве, потому что рано или поздно приходит тот момент, когда все-таки хотим или не хотим новое веяние, новая Россия. Россия сейчас на преддверии новых вызовов, преддверии новых решений, новых шагов. И президент Путин, и Госдуме. Поэтому необходимо сейчас задуматься серьезно о партийном строительстве. – Я вот, кстати говоря, о России в преддверии чего-то нового оставлю вкусное, на третье, на сладкое. В завершение разговора поговорим о Евразействе, если, собственно, время позволит. А я вот с какого боку сейчас хочу зайти, Андрей Савич. Насколько вообще важно и свойственно для политика актерская составляющая? – Вот я опять возвращаюсь в мысль о том, что политика все-таки не игра. Но элементы игры есть. – Создание образа. – Игра в этот образ. – Образ там. И часто получается так, что избиратель голосует часто за имидж, за образ такой. – Это правильно. – Но, с другой стороны, самый главный, фундаментальный, незыблемый образ – это есть все-таки честность, открытость, служение народу, идеалам, которых ты за все эти годы в себе воспитал. Вот это самое главное. И там не надо играть. Там нет образа, там нет игры. Главные постулаты, которые ты как политик должен проводить в жизнь, они не есть актерство, не есть игра. – Вы сказали великое слово. В интервью мне Евгений Александрович Евтушенко говорил, что идеология может меняться, но идеалы должны оставаться всегда у человека. – Да. Идеалы социальной справедливости. – Идеалы социальной справедливости. – Хорошо. Я услышу. – Но это не касается партии «Справедливая Россия». – Мы говорим о социальной справедливости. – Да, собственно, как таковой. Цитата Александра Наговицына. Выборы закончились, теперь надо говорить о том, как мы будем сотрудничать, надо найти точки соприкосновения в работе в Госдуме ради будущего республики. Айсен Сергеевич Николаев. После объявления результатов надо забыть дрязги и ссоры предвыборного периода, чтобы выстраивать новые или корректировать существующие взаимоотношения для дальнейшей совместной работы на благо общества. Неполная цитата. Не могу не спросить, меня этот вопрос волнует. И, безусловно, блистательная цитата здесь очень к месту Атосипа Мандельштама. Скандал живет по засаленному, просроченному паспорту. Но не омерзительно ли подавать руку людям, которые еще недавно поливали тебя грязью? Ну, тут это нравственный внутренний выбор человека. Как говорят, политика это искусство еще и возможного. Дело в том, что надо все-таки в каждом человеке находить и общаться с этим человеком с лучшими качествами, лучшими сторонами. И в этом смысле, если в будущем и в Госдуме те избранные депутаты, они будут делать то, что обещали, то, что они провозглашали, то тогда это вызовет уважение. А если не будет такого, то это уже сложно. Обеими руками за. В Госдуме такое должно быть. А при встрече на улице? В Госдуме обязательно синергия всех депутатов, которые будут избраны и войдут в Думу от Якутии. Безусловно, они будут работать, должны работать на благо республики. Мы здесь оставшиеся. При встрече на улице, я подумаю. Хорошо. И вот то, о чем к мирной созидательности уже переходим. Можно ли вас назвать певцом ЕР, как недавно было написано про меня? Евразийского развития. И в чем идея Евразийства? Так мало времени для передачи. Ну, немножко, совсем чуть-чуть остается. Я считаю, что рано или поздно общественное сознание придет к этой идее Евразийства. Это идеология. Наше государство, наша Россия без этой идеи, без этой идеологии, как Евразийства, оно в ближайшее время очень-очень много потерпит неурядиц. Поэтому, вот смотрите, китайское государство объявило о новом великом шелковом пути. О новом. Да, о великом шелковом пути. Где и культура, и история, и политика, и торговля, и так далее. А если Россия примет это только как идея со стороны, то для России это грядет за этим огромной сложностью. Вы делаете какие-то конкретные шаги к развитию этой идеи? Вот, буквально сейчас я собрал коллектив театров и сказал, что мы уезжаем на Евразийские гастроли. Я практик, я не аналитик, не философ в этом политическом плане. Поэтому Евразийские гастроли, мое предложение, которое я внес о создании единого евразийского культурного пространства, поддержано высшим руководством страны, самим Путиным. Поэтому будем работать в этом направлении. Так победим, как говорил Шатров, да, известная пьеса. Андрей Савич, пора прощаться. С вами была Арена Событий. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова